Все дети в семьях. В течение следующих 9 лет в Украине не должно остаться ни одного интерната. Это предусматривает реформа от Министерства образования. Но что будет с интернатами лечебного типа, в которых временно живут больные дети? Галина Якушко побывала в одном из них. Никита из Николаевки, Донецкой области. В Бориславский санаторный интернат его отправили родители подлечиться. У парня проблемы с желчным пузырем. Здесь он уже второй год. Каждый день пьет лечебную минеральную воду и ходит на процедуры. Пьем. А здесь ученики санатория лечатся кислородной пеной. Уникальная технология насыщения пищи кислородом помогает повысить иммунитет и укрепить организм. В интернате 200 подростков. Все приехали лечиться от желудочных болезней. Часть приходит только на процедуры. Остальные живут в интернате. Мы имеем такую разработанную карту эффективности лечения детей протягом года. И мы заносим все эти данные и назначаем индивидуальный план лечения детей. На один семестр и потом повторно на следующий семестр. Что будет с интернатом после реформы образования руководство не знает. Переформатирование здесь опасаются. Ведь если у школы заберут статус интерната, их услуги могут стать платными. У нас, что говорит статистика, до 90% детей имеют проблемы с органами травмения. И ни одна семья, которой бы она не была материально забезпеченной, она не сможет дать дитине то, что мы даем тут. По-перше, пятиразовое диетическое харчевание. Это пятая диета. По-друге, минеральная вода, кисневая пинка. Вот этот комплекс. Пока же для пребывания ребенка в школе-интернате достаточно направления и рекомендаций врачей. В Минобразовании уверяют. Закрывать санаторные учреждения не собираются. Но к таким школам-интернатам есть замечания. Во Львовском департаменте образования говорят, Бориславский интернат проверяли. Там действительно находятся только больные дети. Замечания Минобразования пообещали учесть. Там есть, правда, и много детей самого города Борислава, самой Львовской области. Я думаю, что мы звернем внимание директору, что до оновления контингента и залучения до этой школы детей за меж Львовской области. Но даже если придется отказать больным детям, которые уже прошли часть терапии, в дальнейшем проживание в школе-интернате ради того, чтобы туда попали другие нуждающиеся в лечении, доступ к процедурам и лечебной воде у них никто не отнимет, пообещали чиновники. Галина Якушко, Юлия Жешко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интерлевовская область.